приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами 16 июля обращаем ваше внимание что сегодня достаточно прекрасный замечательный чудесный день великолепный день в том числе и денежный день сегодня все ваши дела все ваши мечтания все что вы задумали вы сегодня сможете обязательно получить не забудьте на протяжении дня говорить всего лишь два слова которые могут кардинально изменить вашу жизнь также давайте сегодня в этом видео мы с вами поделимся практикой как нужно избавиться от прошлого от негатива а возможно и от тех проблем которые мешают вам дальше жить и дальше продвигаться давайте начнем для начала с лунного календаря и посмотрим что же нас сегодня с вами ждет итак сегодня на сами воскресенье 16 июля у нас сегодня 27 и 28 лунные сутки обращаем ваше внимание что у нас 28 лунные сутки начнутся в час 45 по московскому времени и будут с нами влиять на нас на протяжении целого дня сегодня у нас с вами убывающая луна по обращаем ваше внимание что сегодня последний день убывающей луны и у нас с вами луна в знаке зодиака рак хотим вас обратить внимание на тот момент что сегодня не просто последний день убывающей луны оси в завтра у нас с вами новолуние новолуние в знаке Зодиака рак. Достаточно яркая новолуния, с одной стороны, но опасная, может быть, для некоторых людей. Для каких-то людей это будет даже плодотворная новолуния. Обращаем ваше внимание, что эта новолуния затронет темы рода, семьи, отношений. При этом отношения могут быть связаны и в семье, на работе и даже в глобальном плане. Поэтому у нас вышло вчера видео касательно новолуния. Обязательно его посмотрите. Мы оставим ссылку еще и в описании к этому видео. Обязательно зайдите и просмотрите, чтобы понимать, что вам ждать 17 июля. А поверьте, 17 июля для некоторых людей будет достаточно таким вот роковым днем, днем больших кардинальных перемен. А вот в какую сторону эти будут перемены, здесь зависит только от вас уже самих. Что же несет сегодняшний день? Давайте посмотрим сегодняшний день. На какие обязательно моменты вам обязательно стоит обратить внимание. Итак, сегодня у нас с вами 16 июля и мы с вами видим 28 лунный день. А это последний день перед новолунием. И обращаем внимание, что сегодня достаточно благоприятный день во всех смыслах этого слова. Почему? Потому что энергетика этого дня будет достаточно гармоничная. И она будет людям сегодня помогать, вдохновлять. Также это очень чистый, сам по себе светлый день. Поэтому сегодня не старайтесь нарушать вот эту вот гармонию своими какими-то грубыми, тяжелыми словами, где-то своим бездействием, где-то непониманием ситуации. Если что-то не знаете, что-то не понимаете в своей жизни или вам не нравится, это не значит, что нужно грубить, что-то там нужно ругаться и бить посуду. Негатив, он всегда возвращает к вам негатив. Помните, пожалуйста, об этом. Даже старайтесь в этот день быть в приподнятом настроении, контролировать свои эмоции, иметь добрые мысли и намерения. Кроме того, у нас с вами воскресенье, а значит, вы можете сегодня и отдохнуть, и привести свои мысли в порядок. Также, возможно, вы давно хотели на кухне что-то вкусненькое приготовить. Займитесь этим, постарайтесь вокруг себя создать вот эту энергию созидания и творения. Также в этот день очень вредно перенапряжение и любая нервозность. Поэтому, если вы видите, что в вашем окружении кто-то старается ругаться, спорить, что-то доказывать, уходите от этого. Перенесите выяснение отношений на другой день. Сегодня не тот день для того, чтобы ругаться, спорить и что-либо доказывать. Также сегодняшний день, обращаю ваше внимание, 16 июля будет достаточно удачной для работы, для людей, кто в бизнесе. Кроме того, если у вас есть какие-то финансовые вопросы именно в этот день, вы можете спокойно решать, у вас все будет получаться. Также, возможно, у вас в этот день возникали вопросы касательно просмотра, например, для приобретения земли или недвижимости. Поезжайте, оговаривайте все пункты, моменты, смотрите, вникайте в документы. Но в этот день не стоит принимать никаких таких срочных или рискованных решений, а также каких-то резких. Лучше 10 раз подумайте, обсудите, возможно, отложите. Кроме того, он все-таки уже начинает на людей влиять новолуния, и иногда вы можете что-то не то услышать или не так понять, или не так воспринимать эту информацию, и это потом будет не во благо вам, а будет вести к каким-то убыткам. Также сегодня очень важно, чтобы вы прислушивались к своим родным, к своим близким людям, потому что их слова, их советы могут вас предупредить о каких-то, возможно, не очень хороших ситуациях, возможно, каких-то проблемах. Поэтому открывайте свои глазки, открывайте свои уши и вникайте, что вам говорят. Даже если вам эта информация, возможно, не нравится, что-то вас раздражает, помните о том, что иногда наши близкие, они видят больше, чем мы, потому что мы крутимся в этом, а они могут смотреть это со стороны, как наблюдатели. Что же касательно здоровья, то если вы недружелюбный человек, то вы в этот день можете, к сожалению, заболеть. Уязвимыми в этот день являются органы чувств, особенно зрение. Поэтому обязательно бережем голову, глаза, следим обязательно и за артериальным давлением. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо делать учащение, возможно, голодать или выходить из кризиса. У каждого это будет свое состояние и понимание. Ну а вот стрижка волос в этот день придаст очарование внешнему облику. Также же на что еще стоит обратить внимание. Сегодня очень хорошо заниматься практиками, которые основаны для очищения вас, вашего дома. Возможно, у вас сегодня будут какие-то сны, обращаем ваше внимание, а не вещи, желательно их записать, а со временем еще раз попытаться понять, что же вам хотели сказать высшие силы или ваш ангел-хранитель. Также в своих снах вы можете сегодня видеть какое-то свое будущее. Также сегодня этот день предназначен в какой-то степени для ваших земных дел. Что это значит? То есть вы можете сегодня заниматься и сажать растения, делайте ремонт, можете покупать что-либо связанное с домом. Все это будет благоприятно для вас. Также сегодня хорошо заниматься созиданием, творением, проводить медитации, также самопознанием. Также сегодня может прийти понимание того, что вам нужно делать в ближайшее время, к чему идти и стремиться. Но в этот день ни в коем случае нельзя рубить деревья, рвать цветы и копать землю. Не надо ей делать больно. А также в этот день не стоит убивать насекомых. На что еще стоит обратить внимание, так это на общение с начальством. Хоть это и воскресенье 16 июля, но сегодня вполне подходящий день для того, чтобы обсуждать рабочие глобальные моменты со своим начальством. Поэтому если вы долго откладывали какой-то разговор, возможно сегодня стоит это сделать. Что же касательно смены места работы, хоть сегодня и воскресенье, но если вы давно подумывали над этим, то сегодня вполне подходящий день для смены места работы. Как мы уже говорили с недвижимостью, также подходящий день, в том числе продажи, покупка или обмен. Также обращаем ваше внимание, что сегодня рекомендуется умеренность в еде, а также хорошо сказывается на вашем организме именно голодание. Любое выяснение отношений перенесите на другое благоприятное время. Также обращаем ваше внимание, что сегодня прекрасный день для зачатия, день прекрасного подхода для физических нагрузок. Этот день можно полностью посвятить своим домашним делам. Теперь давайте вернемся к нашему Архангелу Михаилу и посмотрим, что же он нам, какая карта отвечает за сегодняшний день, какой совет нам пытается Архангел Михаил нам сказать. Обращаем ваше внимание, карта выпала, которая называется «Верьте и доверяйте». Это говорит о том, что вы в обязательном порядке должны верить в свои силы, верить в то, что действительно высшие силы, ваш род, близкие люди с вами, и вам нужно им довериться, доверять. Возможно, вам нужен какой-то совет. Обязательно обращайтесь, потому что таким образом вы, возможно, высшие силы пытаются направить на то, что вам нужно в данный момент, в данную секунду. Также сегодня хорошо проговаривать те моменты, которые есть в вашей жизни. Например, возможно, у вас какая-то ситуация, возможно, у вас какая-то проблема. Выйдите на природу и просто пообщайтесь. Обнимите дерево, которое вам захочется. Возможно, побыть и у водоема, но только, пожалуйста, не стоячего, то есть не искусственных. То есть должна быть речка, море, то есть где происходит постоянный обмен воды. То есть это не стоячая должна быть вода. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо созерцать природу, любоваться ней. Это поможет вам. И, конечно же, в этот день молитва, которая поможет вам в жизни, звучит следующим образом. Перед тем, как сегодня ложиться спать, скажите следующие слова. Архангел Михаил, пожалуйста, вводи в мои сны и забери мои страхи взамен на веру и доверие. Дай мне ощутить силу, мужество и уверенность. Девочки и мальчики, эти слова будут в описании к этому видео. Поэтому перепишите или сделайте скрин и обязательно уже перед тем, как ложиться отдыхать, сегодня 16 июля, обязательно проговорите эту молитву. Также обращаем еще раз внимание, делаем вам акцент на том, что 17 июля у нас с вами новолуние в знаке зодиака рак. Поэтому сегодня прекрасный день для того, чтобы выбросить из своей жизни, из своего дома, со своего рабочего стола, если вы сегодня на работе, ненужные вещи. Хлам, то, что вам мешает идти вперед или двигаться. Если кто-то хочет сказать о том, что у него в доме или в квартире нет ничего, найдите хотя бы маленькую вещичку, даже может быть какая-то булавочка, которую вы уже не используете. Возможно, надо добыть все, что угодно. И возьмите, выбросите. Когда будете выбрасывать, скажите следующие слова. Избавляюсь от негатива и бедности, изобилия и достаток привлекаю. Выбросили, после этого разворачивайтесь и обязательно идите домой. Дома приняли душ, умылись и можете продолжить заниматься своими делами. Ну и также сегодня, девочки и мальчики, у нас сегодня с вами денежный день. Достаточно сильный по своей энергетике, достаточно чистый и радостный день. Поэтому именно в этот день, 16 июля, в любое время вы можете провести следующую практику. Благодаря этой практике вы можете получить все то, что вы желаете от Вселенной, то, что вы задумали или, возможно, вы планировали. Что это за такие волшебные слова? Просто скажите. Вот подумайте, что вы хотите в своей жизни. Без разницы, что это может быть. У каждого это будет свое какое-то желание, возможно, какая-то своя маленькая мечта. Подумайте, закройте глаза и скажите. Принимаю легко. Вот два из этих слов, которые помогут вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Но не забывайте, что нужно все просить искреннее от чистого сердца. И тогда в вашей жизни действительно будут изменения, действительно в вашей жизни будет все то новое, интересное, яркое, что давно, возможно, не было. Только помните о том, что каждый из нас волшебник. И только каждый из нас может осуществить, сделать то, что он считает важным и нужным. Не забывайте об этом. Вот такие вот сегодняшние практики, которые мы всем рекомендуем провести, потому что они действительно могут вам помочь в жизни. Девочки и мальчики, мы всем желаем прекрасного, чудесного дня. Не забудьте просмотреть видео касательно новолуния. Ссылка в описании к этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео. И эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всем прекрасного, чудесного воскресенья. Хорошего выходного дня. А мы с вами, друзья, уже услышимся буквально в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok